Всем привет! Сегодня я запишу игру 2 на 2. Команда Naipoic Prado против Mixer X-Files 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 ой так все нормально так у наипа правда есть туретки это и духа хороший расклад так матрикс строим что-то думают думают с какой стороны строить видимо кто-то один у них пойдет в жесткий инк или нет но видел я лохимика деревяшка 130 и снайперы да очень хороший пик для начала и они решают сыграть балансным велию чтобы так вот этот троллевская до чтобы он мог сделать и отвод и строить дефсов которые будут пить под слов и всех довольно хороши также отход дешевый тролль у нас сделал 3-0 матрикс остался 2-0 видимо он попробовал одного алхимика ко второй волне здесь же просто тайт и дна туретка вообще стать две пачки конечно не дефнет но с туреткой справится но она очень ровно выливает по краб сплошует тем более так ну тут ему нужно заслать обязательно и по хватит но химика хорошо тролль может инкопить да он уже виспа заказывают и добавить нужно еще одного снайпера плюс отводик китай 2 уши на вторую волну так тут тай духа из последних сил на краполях выживает так у нас вот тут тоже есть добавляет деревяшечку к стене чтобы она не выходила под фокус добавляет еще туретка отвод по отвод кстати уже сильный то есть за 70 лего вначале очень хорошо задерживает волну так ну и ребята тоже с первой команды и закинули но тут добавился алхимик тролль сделал еще одного из по понятно так тут турса и одна арчерка идут вот-вот соответственно дверчи идут в первую линию так тут уж а сразу вышла и бьет тайда деревьях стоит спокойно сзади и бьет по одному так вот вышла уж а но она тоже впиваются в тай духу теперь уже переключается на деревяшку так что у нас здесь пройдет только урса наверно с арчами а ну застряла у них тут же только две урсы проходит и все сразу же штампуют инкомы так у тролля уже сейчас 6 1 будет но а ну третья волна точно три волны они так так вот ну должны не до дефнуть таким пиком значит у матрикса 4 1 у тролля 6 1 тут еще отводик усиляет немножко боится за третью потому что ничего не будут доставлять в мид на четвертой они опнут одного алхимика я думаю и все так на ип на ип на ип на ип строй отвод еще сильнее а ну да тоже короче они ничего не добавляют только усиляет отвод пауза пауза так можно пока спросить Насколько Играйте И Какая система Ну блин не система Бо один глад Че серьезно это глад игра Ну как это была гладиаторская игра Ошибся Я Так ну короче тут апается алхимик Так че тролль будет делать У него 130 Еще диаху добавляют На хз Наверное лучше бы он еще снайпера поставил Одного Как по мне Копи то не лез Видим На 7 Или На 5 может быть закинут Так тут есть еще гризлик Ну тайт Четвертую Ваншотит Так что Проблема Не должно быть Плюс под деревяшкой Он будет быстро бегать И убивать Так Я ну чуть-чуть отлучусь Сейчас приду Так что Плюс под деревья Я не знаю Как это Я не знаю Как это Я не знаю Продолжение следует... 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 Короче, тут трюковые менты в основном, зевсов никаких нет с быстрой атакой, поэтому алхимики будут убивать ментов, это минус дпс сильный, довольно много урона уйдет в пустоту. Засыл по сути одни ауры, но этого хватит, кинга придется апать, 20 штук пропуск приличный, они уже что-то накидали, просто мелочь, понимают, что нужно апать кинга, включают хп. Ну и с волной, мне кажется, ему нужно еще хп, иначе хил отдадут. Да, дают хил. Но при этом досылают на восьмую. Понимают, что если там неподходящий пик, то с горелкой кинг не осилит пропуск, ну либо же еще один хил выбьют. И тогда совсем все плохо будет у гладиаторов. Так, что тут с отводом? Стоит деревяха и гнолы. Тролляясь виверна. А, вот еще вот этот алхимик капнулся. Ну, под скоростной деревяха, я думаю, они отлично дефнут. Тут же добавляются не сажек. Тайдуха. Тоже скоростная деревяха. Ну, кстати, у них будет неплохой деф тоже. Как по мне. И у них еще отвод. Телега. Телега. А, тут даже афнутая телега. Много довольно в отводе. Что ж, смотрим. Так, пока убивают мелочь всякую. Так, не сажь вот тут что-то стерся. Еще не сдох. Еще не сдох. Да ладно. Короче, неплохо деф у них получается. Ну, опять же, кинга все равно опыть надо. Есть тут урсик. Есть командор. Так, ну, что тут. Атака есть. ХП есть. Кажется мне, что хилы. Потому что, по последней хилы они не отдадут. Есть у них шанс еще побороться. Но против слоу, конечно, будет тяжело им что-то противопоставить. Получается, что тролль и матрикс сделали ошибку, отдав хил на седьмой волне. Можно было сделать два лишних ап хп, например. Не отдать хил. И чуть поменьше заслать. В итоге эффекта засыла нет. То есть, хил остается на месте. Только кормятся ребята. Однако хил вещь невосполнимая. Так. Ну что. Все инкомет. Матрикс делает семь шесть. Тролль делает семь пять. Найм делает семь пять. А прат сидит семь четыре. Вот, конечно, лютый. Довольно много золота вложено. Три телеги. Ну, точнее, две телеги за семьдесят. И одна апкнутая. То есть, семьдесят. Плюс сто сорок. Больше трехсот голубей вложено. Ну, хорошо. Они танкуют. Потому что тип защиты. Подходящий. Обе команды желают заслать на десятую волну. Найп с Прадом кидают одного орка за двести. Чтобы он пробил там антигулю. И отвод сломал побыстрее. Ну, как по мне, надо тогда кидать два орка. Потому что это рандом. То есть, он может не пойти, куда нужно. Он в отвод и толку от него не будет. Так, чё, 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 чё. Тролль аппет верну и аппет зипса. Матрикс сделал семь семь. Ставит филиалку за 100 голды. Ну и надо им поставить. Так, делаю тоннерерол. А, slow у тролля. Ну, тогда всё нормально. Так, матрикс став антигулю. Хороший юнит. Так, ещё тролль апнул. Нет, не апнул дерево. Ну, отвод довольно слабый. Здесь аппется гидра. И есть апнутая нага ещё. Так, ну чё. Тут всякие драконы. Так, орк пошёл. Вот как раз таки не вот-вот. Но гнол. Очень хороший юнит. Как раз таки против всяких орков и гуль. Он их замедляет за счёт яда. Так, ну и чё. Думаю, что тут деф будет хороший. Так, тут. Пока бью тоже подслову всё. Да, тут деф 0. Тут будет пропуск. Трёх штук, наверное. Или двух. Фокус. Новый. Нет. Всё-таки два баса, наверное, пройдёт. Да, два баса. Инкомит у нас тролль. Потому что забирал своими рейнжовыми юнитами с пирс-атакой. Тролль с матриксом засылает на арену. Кинг у них тоже под апом. ХП. Чуть-чуть урона. А, понятно. Он заслал, и ему не хватает. Угу. Доказал 7.8. Стролль 77. Делают по максимуму ламбер. У найпа будет тоже 7.8. У Прада. Ну, Праду хватает на 7.7, но он, видимо, тоже заслал. И ему уже 5 наождать. Инкомы высокие у обеих команд. Не знаю, кто тут заберёт. С одной стороны там гидра есть. Ну, тут лютый ДПС. Альхимиков, там Виверн. Да, вторая команда побеждает. И троллю хватает на 7.8. А матриксу на 7.9. Пум-пум-пум. Пум-пум-пум. Ну, в итоге получается, что вторая команда у нас имеет преимущество. В виде инкома. Ну, в виде ламбера. На 2 апгрейда. По инкому всё примерно равно. И по вэлю тоже всё примерно равно. И у обоих команд нет одного хила. Сейчас всё будет упираться в пик. И реализацию. То есть, например, у первой команды есть хорошие танкующие юниты. Гидры. Есть замедление. Самое имбовое. Нужно найти какой-то ранжевый ДПС. Как по мне, танки. Или минёры. Идти в 17-ую волну. Ну, опять же, их пик уязвим, например, на 16-ой волне. Ну, и у второй команды пик тоже немного уязвим на 16-ой волне. Поэтому тут много чего можно придумать. Так. Матрикс сделает 7-10. Роль. 7-9. Конечно же 7-9. Так. Матрикс добавляет виверну. Не знаю зачем. Делать реролл ещё раз. Видимо, у него ничего нет. Продавай. И ставь что-нибудь другое. Не продаёт. Видимо, ничего нет. Тут дальше продолжает строить тайдов. Строит не сажей. То есть строят больше милишников мощных. Начинает уже укреплять отвод деревьяхами. Которые потом апнутся в слоу. И будет прямо урвать отвод. Ну, как по мне, виверн сильного толку не будет на ключевых волнах. Так. Видимо, сейчас. А. А. Вот оно чё. Понятно. Они, короче, решили по-быстрому апнуть ламбер. Заказать пораньше. Апнуть кинга. Потом накопить. Э. Э. На какую-то волну. На 17, например. Так. Это чё? Прадо. Лучше бы он делал не сажей. Ну, короче, Прадо рерольнул. Тут опасается деревяшечка одна. Фу, господи. Но этот Матрикс делает ещё раз рерол. И у него деревяхи. Ну. Теперь у второй команды всё просто. Довольно. Довольно. Хотя, всё равно, есть некие трудности. Так. А. Понятно. Найп с Прадо. Собираются заслать на гиданцевую волну. Поскольку у них есть защита от неё. В виде гидр. С магической атакой. Ой, ой, какая у них херня пройдет. Слишком сильный отвод. Вот. Вот. У тролля с Матриксом нет вообще никакой магии. Чтобы на 12 уровня их может там поломать. Как они считают. Но. У Матрикса уже есть деревяхи. Сейчас он их спокойно будет тапать. И без проблем не дефнуть. Так. Как я думаю. Ну. На самом деле. Этот. Пропуск. Неплохо им на руку сыграл. Сколько. Они копят. Им. Неплохо. Много. Так. Ну чё. Матрикс. Апы деревяхи. А. Что. А. Он поставил два дерева. И сделал реролл. И делает. Азур дракона. Ага. Понятно. Ну. Вот. Я тоже думаю. Что нужно деревяхи первым делом. Апыть. А потом уже. Эээ. Строить. Другое. Видимо. Тролль. Капитанит. И. Ему не нравится затея строить много деревьев. Ах. Когда у них есть отвод. Боя. Ну. Хороший отвод. Из. Слоу. Я его. Хорошо. Понимаю. Пошел засыл. Так. Опять. Всякие. Переотводы. 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 Интересно. Получится ли у них. В этот раз. Почтить. Мне кажется. Может. Получиться. Потому. Что. Гидры. Толком. Не бьют. 14. Увал. Эх. Зачем. Вернулись. Они. Засылали. Стакали. Не стакали. Не стакали. По идее. Стакали. По идее. По другому. Они. бы. Не вернулись. А. Так. Бо. Время. Еще. Ну. Да. Ладно. Так. Ну. Че. Матрикс. Встрой. Своего. Азур. Дракона. Апа. Его. Фэти revisим. У тебя еще 95. Хилку. И апнуть. Юверну. Тролль. Добавляет еще. Юверну. И апнет ее. Конечно же. есть у них отвод ну то есть в каждой ручке апнутое дерево и немножко мелочи так ну короче без дисбаланса один демон в одну пачку второй демон в другую посмотрим как дефнут с двумя деревьяхами мне кажется плохо подвод уже упал я думаю это поражение слишком много инкома да с одним хилом это не да тут даже с двумя хилами это наверное бы не дефнулось так что это гг отчаянная попытка задефать но к сожалению это не дефнуется кстати с двумя хилами скорее всего могли бы они дефнуть но и то с натяжкой как по мне зря они сделали ламберы довольно очевидно было по пику найпа и прада что будут пытаться они слать на пятнадцатую волну в общем в совокупности вот ошибка на седьмой волне создать хила сейчас а так бы они смогли пережить скорее всего и убивать на какой нибудь там семнадцатой или восемнадцатой волне вот ладно всем спасибо спасибо спасибо